Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. Старец по учению греческих отцов играет роль посредника между послушником и Богом. Для этого он непременно должен обладать, наряду со множеством иных необходимых добродетелей, даром духовного рассуждения, то есть способностью распознавать в молитве волю Божью, что позволяет его ответам носить исключительно духовный пророческий характер. Даром духовного рассуждения, способностью распознавать в молитве волю Божью, обладали и старицы последних времен. По промыслу Божьему им суждено было играть роль посредника, одним между Богом и сестрами в монастырях, другим между Богом и страждущими в миру. О православных подвижницах XX столетия рассказывает книга, вышедшая в свет в издательстве «Ника». Она заняла свое место на нашей книжной полке. Как отмечает составитель Светлана IX, эта книга о семидесяти подвижницах XX века, подобно первому сборнику о старцах XX столетия, появилась благодаря стараниям сотен людей. Тех, кто оставил свидетельства о своих духовных матерях, кто собирал свидетельства духовных чат и современных подвижниц, составителей книг и статей о старицах, православных прозаиков и журналистов. В этой книге читатель найдет очерки о блаженных старицах, добровольно взявших тяжкий крест юродства во Христе. О немощных и убогих подвижницах, которые за свое великое смирение, строго воздержание и неусыпное бдение удостоились великих даров Святого Духа. Прозорливых старец называли матушками. К ним обращались люди со своими духовными нуждами. У них искали утешение в горе, получали благословения на предстоящие важные перемены в жизни. К ним спешили со своими тересными недугами. По молитвам подвижниц, страждущие обретали душевный покой, получали исцеление. «Читая жития блаженных, — пишет Светлана Девятого, — мы не раз встречаем в воспоминаниях духовных чат подвижниц указания на то, что блаженные старицы, чтобы узнать волю Божью, прежде чем ответить на вопрос страждущих, молились. Одни мысленно обращались с вопросом к святым, другие вопрошали, глядя на икону Богородицы или святого. Современники удивлялись их детской вере, умению блаженных старец не только задавать вопросы, глядя на иконы, но и понимать ответы. Приведем лишь несколько примеров. Девеевская блаженная Анна, в келье которой была икона преподобного Серафима, по рассказам очевидцев, часто подходила к этой иконе и спрашивала, «Куда?» Затем, кивая головой, говорила, «А, поняла!» И шла по послушанию туда, где нужна помощь людям. По свидетельству духовных чат блаженная Пелагея, прежде чем благословить духовных чат на то или иное дело, молитвенно обращалась к преподобному Серафиму Саровскому. В житиях других матушек встречаются свидетельства современников о том, что слепым блаженным старицам сама Царица Небесная открывала то, что они не могли видеть, и от нее старицы получали благословение помогать страждущим. Блаженная Любушка Сусанинская совершала свои молитвы днем и ночью, не позволяя себе не только прилечь, но даже присесть. Она брала принесенный богомольцами хлеб, откусывала от него кусочек и по-детски простыми словами поминала приносящих. Люди, видя это, начинали плакать слезами любви и покаяния, как короста спадала с их душ. Оставался единственный вопль «Господи, помилуй мя грешного». Потом Любушка брала с собой остатки этого хлеба и кормила им птиц в церковной ограде. Блаженная Матрона Анимнясевская говорила о том, что молиться нужно беспрестанно, что беспрестанная молитва все сделать может. Для старицы были открыты все духовные немощи приходящих к ней людей. Она наставляла, обличала, раскрывая грехи и пороки, но вместе с тем и утешала в тяжелых обстоятельствах жизни. Как отмечает автор-составитель, по молитвам блаженных старец Господь творил чудеса. Вспоминая блаженную Евдокию Токаревскую, игумен Роман Загребнев пишет, «Какие есть у Господа на земле люди. Они поистине дерзновенны в своих молитвах. Действенность молитв обнаруживает внутреннюю красоту сих богомольцев. Вот что рассказал мне брат Николай, впоследствии бывший радиаконом Псково-Печерской обители. Как-то прибежал я к матушке рано утром, и чтобы не нарушить ее покоя, осторожно открыл дверь. Она сидела на стуле посреди своей комнатки перед образами, плача и приговаривая, «Господи, вот я калека, не могу тебе затеплить лампаду, а ведь так охота, чтобы она горела перед образом твоим». Я же, застыв как мертвый, продолжал стоять на пороге. И что же вы думаете? «Лампада сама по себе зажглась. Я от радости заплакал и ушел назад домой, чтобы не смущать молитвенницу. Сам же с изумлением думал о том, какое же дерзновение имеют люди перед Богом. Какая сила молитвы этой матушки? Господи, слава тебе, что есть у тебя на земле такие сокровенные люди, ради которых мы, грешные, живем, часто без страха и рассуждения». Подобно древним аскетам, блаженные старицы последних времен, безумием мнимым, безумием мир обличившие, имеющие убогий вид и разодранные одежды, жили мыслью о горнем. Читая житие той или иной подвижницы, как отмечает Светлана IX, каждый раз удивляешься необыкновенной высоте их подвига. Хождение босиком в любую погоду, легкая одежда даже зимой. Так блаженная Паша Саровская во время странствий по Саровским лесам до прихода в монастырь имела вид Марии Египетской. Кудая, высокая, совсем сожженная солнцем и потому черная, страшная, носила в то время короткие волосы, босая, в мужской одежке, свитке, расстегнутом на груди, с обнаженными руками. Она приходила в монастырь и наводила страх на всех, не знающих ее. Блаженная Матронушка Босонушка, наложив на себя обед юродства Христа ради, в течение 33 лет ходила только босиком. Блаженная Варвара Скворчихинская, по свидетельству ее современников, терпела такой мороз, какой своими силами не может человек ни выдержать, ни пережить. Как же это возможно? Что согревало блаженных в лютые морозы? Ответ на этот вопрос находим у преподобного Серафима Саровского. Благодать Духа Святаго согревала их. Она-то и есть именно та самая теплота, про которую Дух Святый словами молитвы заставляет вопиять Господу. Теплотою Духа Святаго согрей мя. Ею-то согреваемые пустынники и пустынницы не боялись зимнего мраза, будучи одеваемы, как в теплые шубы, в благодатную одежду от Святаго Духа истканную. Так ведь и должно быть на самом деле, потому что благодать Божья должна обитать внутри нас, в сердце нашем. Ибо Господь сказал, «Царствие Божье внутри вас есть». Под царствием же Божьим Господь разумел благодать Духа Святаго. О старицах, стяжавших благодать Духа Святаго, и рассказывает книга «Православные подвижницы XX столетия». Как отмечает автор, в XX веке Господь даровал многострадальной России не десятки, а сотни духовных светильников, чтобы укрепить верующих людей и вывести заблудших из тьмы в годы безверия. Повсеместно закрывались храмы и монастыри. Многих священнослужителей и монашествующих расстреливали или обрекали на мучительные страдания и голодную смерть в лагерях ссылки. Оставшиеся же в миру носительницы истинной веры со смирением несли тяжелый крест старчества, ежеминутно рискуя жизнью, духовно поддерживали людей. Свидетельства о жизни подвижниц XX века по учению, подвиге и чудеса, собранные в этой книге, будут полезны всем, кто интересуется тем, как сохранялась и выживала православная вера в душах людей в годы атеистических гонений. Дорогие друзья, нам сегодня пришла пора прощаться. Книги, о которых мы рассказываем вам в нашем эфире, вы найдете в церковных книжных лавках. И да хранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok